Не переживай. Леша, а у тебя тут 18.55 свободно? Ты забрал? Возьмем рюкзаке. Спроси у Каньки. Да, да. Тридцать пятку надо идти. Тридцать пятку, да? Я по-моему что-то видел. Просто 18.35 она промахливается часто. Возьми тридцать пятку. Тебе не обязательно человека целиком. Если вертикально уже по пояс лазит, то уже хорошо. Еще выше. Нормально. Вниз голову немного, да? Вниз голову немного вниз. И вот он сюда. Надо чуть-чуть. Надо чуть-чуть наверно. Пошли. 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 Давай съем. Пошли. 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 Какие удовольствия... Пошли. Пошли. Продолжение следует... 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 Так другие не живут, он живет, пока не поздно. Вот и я один из тех, кто взглянул в разок на небо и представил свой успех и места, в которых не было. На сцену приглашается Александр Деремедведь, авторский стихотворитель. Дмитрий, а кто это был? Скажи, пожалуйста. Это стихист Алислава Степанова, читал Александр Цыганов. Сегодня, мама, ты прекрасный твой, и ты сегодня у меня красавица. Будь самой яркой, самой золотой, такой, что всем не может не понравиться. Терпение и мудрость, и счастье, не золотой, а просто реки, что принесло, как лодку по судьбе, для нас тут самым главным человеком. Малю у Бога о прощении, пускай простит грехи мои, пускай пошлет он утешение для всей большой моей семьи, которой я сейчас страдаю и так, которую люблю. Господь все беды понимает, и встретит он нас всех в раю, покажет, пусть нам станет легче. И каждый день, и каждый час, а голос мой упрямый шеф, что Бог прости однажды нас. Не тревожь мою душу, прошу, не развей это сердце, как я трудно сегодня дышу, и куда ж теперь денся, если б знал бы сейчас тяжело, но тебе пожелаю, только счастья забудем прозволь, ведь такое бывает. А теперь я приглашаю на сцену лауреата конкурса «Молодая муза» Александра Хряжа. С короткими, ноемкими стихотворениями. Мне не хватает одного, лишь до счастья моего вея на преды на солдат, леди восьми, так рад. Война пошла, Пасу, Краме, и так и счастье иметь за нами. Солдат вчера с войны пришел, с четвертой ставит, ищи на стол. Так, извините, тут накладка, я позволю себе сама прочитать стихотворение Саши. Нет, я вспомню. Мне не хватает одного, лишь до счастья моего, вея на преды на солдат, леди, ваше будет очень рад. И все-таки я вам прочту его стихотворение. Погибли люди в поле в ранний час, забыть такое невозможно право. Солдаты умирали ради нас и вовсе не стремились в вечной славе. Девчонки лесной все немного люблены, с девчонками встречаются их внуки. Мы заполнивших тех любить должны. Так почему же дрожат любимые руки? И я приглашаю на сцену Валентину Загородьевну. Наши солнышко. Все, блин, покажи. Осень наступила, небо голубой, солнце засходило прямо в нас с тобой. А война витриана, я об этом знаю. И кашу, не надо, пусть не убивают. Парни так красивые вниз не ехать лезь. Быть хочу счастливой, паренька влюбиться. А от ног взялся лица, и хорошая погода. Я стою, и буду жить, как мне нравится природа. Лестница в созонатах, встану, собирать букет. Лица, играю с лицами до утра, как играют соки леди. А теперь, а теперь, уважаемые жюри, вы услышите то, что вы никогда не слышали. Женские стихи к мужскому исполнению. Каприз автора. Виталий Лучников читает стихи Ольги Герасименко. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. В доме теплом я сижу и в окошках все бежу. Над двоей стоит зима, снег засыпал все дома. Солнце вышло из-за туч, светом ярким леснул луч и позвал он всех гулять, свежим воздухом дышать. Рада снегу кетворя, все катаются с утра. Поморозил их мороз. Раскрасивнились щечки, но... Зимний вечер наступил, холодно так стало. Снег засыпал все кругом, вьюга завывала. В доме теплом мы вдвоем говорим мы о своем. О любимых, сказал мне ты, подарил ты мне цветы. Я взглянула, обняла, за руку тебя взяла и сказала я тогда, согреваешь, а тогда... Солнце светит ярко-ярко, милый друг мой дорогой, будь же ты со мною рядом, нежный, ласковый, родной. Милым сердцем будь всегда, добрым будь через года. Ночью звездочкой свети, путь вечерний освети, чтобы в жизни мог бы ты выбрать, с кем тебе идти. Как луна твоих в глаза, взглянешь, высохнет слеза, сердце ярком ты свети, лучиком хорошим, ласковь сердца ты согрей, ангел мой хороший, чтобы лютой зимой не теплее стало, чтобы яркою звездой дом мой согревала. Я приглашаю Юлию Снагоксу. Я выступаю у вас в первый раз и хотела бы вам представить свои стихи, которые, ну, иду по улице, раз, появилась в голове, быстро записала, то есть такой сборничек появился, но вам представлю несколько лучших. Итак, первый называется Влюбленная душа. Она так желала взглянуть на него, что птицу встав, улетела в окно, кричала и билась, пока не разбила окно, а вырвавшись, поняла, что сломала крыло, но любовь ее гнала вперед, там, где сердце любимого всковал во мне лед. Вот так раненая она летела и песню милому пела, от боли слезы храдом катились, а до земли долетая, снег превратились, взмах за взмахом летела она, но еще стремительней ее смерть приближалась, и вот она его увидала, изо всех сил закричала, на грудь милому упала, была мягкая деятельность слева, и вот любимый со сна глаза открыл, и волшебным поцелуем ее воскресил. Второе стихотворение про любовь, чтобы многим было понятно, кто-то проживает жизнь, и многим не ясно, что такое любовь, или суд. Думаю, что мне дано было узнать, что это, поэтому хочу прочесть. Любовь. Любовь, она как звезда многогранна, кому-то чудна, а может и странна, они пишут книги, посвящают стихи, но ее появление и судьбу тебя не могут найти, откуда приходят, куда уходят, кого не спроси, другами разбудят, любовь это чувство, жизни начала начала, реки жизни узкие и тихий причал. Кто жил с камнем в груди не любя, тот жизнь прожил в пустую и утратил себя. Любовь это нектар, она тем хороша, что можно ее смыковать всю жизнь не спеша. Начинается она со взгляда, как разогранница. На истинную любовь способна лишь единица, а на педу свою не знают, где ее хранится. Настоящее любовь в наше время тяжкое и непосильное время. Нет у людей чувства, а в него любят играть, мучает любовью, заставляя страдать. Но любовь может из-за себя постоять, из-за игрища заставляет лжица отвечать. И последнее, так, чтобы не очень грустно было, про море. Море. Пейзаж прекрасный предстал перед глазами, могучее море слилось с небесами. Чайки, кружась над волнами, победно кричат под облаками. Волны, вздыхая, несутся на скалы, распевая мотивы последней октавы. Вечер, за уздень пребывал удручающий звук. А теперь утомленное солнце идет на подворье. Море таинственное и прекрасное, но к небе оно несравнимо ужасное. Оно ласково бывает крепежные скалы и хищно поглощает на пути все преграды. Но для глаз море всегда торжественно и прекрасно, хотя бурный бывает и довольно опасный. Спасибо. На сцену приглашается Михаил Гальцев. через чудо Художник, молодой, опень, сидел среди своих картин. Я подошел ему сказать, что так прекрасно рисовать леса, и волны, и цветы. Все, что на свете любишь, художник, шептал, как знать, и начал что-то рисовать. Сейчас, 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 сейчас. Этот стих посвятил Вадим Кузьмичу. Вы замечательный поэт, из крошки Ваши дарят свет. Вы учитесь стихи читать, не уставая поправлять. Как вдохновение дарить, вы нас сумели научить, но просят вас, ученики, не будьте слишком, нам строги. Я был в Киеве, первый раз появился и такой с помощью нашего руководителя Дэй Валены посвятил Киев. Киев, у тебя в гостях побывал впервые, ты не раз придешь во снах в церкви золотые и Крещатик, где я был с верными друзьями, как тебе я полюбил мир да будет с нами. Спасибо. На этой сцене Лиза Горбан Вентланд Ученица 97-й школы Ну, наверное, уже кто-то слышал мои стихи, но я решила как бы с помощью Дэя Валены мне сделать цикл, добавил мне еще одно. Первая она открывается полный полный а впереди все снится мне отца и чьи-то нежные глаза, и больше нет пути назад, и где-то там прошу, не выходи, где-то там кричу я, подожди, а где-то там твой первый взгляд, но нет теперь пути назад. вторая стихотворение называется «Не плачь». Не плачь, мой милый друг, не мучь себя отчаяния, ведь мир наш создан для разлука, и все, что есть, ты лишь печаль, но ты не плачь, не плачь, на этом жизнь не кончится, поверь, виновен в том, что все случилось так, и что, наверное, закрылась эта дверь, и не понять нам, кто есть друг как и рак, но ты не плачь, не плачь, я миру душу подарила все свое, и больше нет меня, есть нежная лагерь, но каждый день себе с надеждой упоем, что нет тебя, а значит раздумаю, но ты не плачь, не плачь, я каждый день себе упрямо говорю, что позабуду и, конечно, раздумаю, что встречу новую любовь и все забывшую в веку, но тебя заботишь никогда и не смогу. Второе стихотворение, оно без названия, но по содержанию это искренность. В конце моем мое начало Корабль прожду кричала Бойцы к берегу пристать, чтоб все забыл начать сначала И сила в слабости моя Поправь себя начать сначала И через все переступлю Пошла одна я против ветра Когда друзья все отвернулись Когда подруги все ушли Я шла тогда Я твердо знала В конце моем мое начало Пусть я рыдала Пусть страдала Но против ветра твердо шла Я хрятовала Предавала Я за работой не спала И сила голоса о молчании Я честно знала, что творю Я долго дурочку играла Я скрылась Чтобы сил собрать Я знала И не долго ждать В конце моем мое начало Корабль крошу кричала Из пушек он готов палить Я не укроп Я буду жить В конце мое мое начало Найду я сила разлюбить Я приглашаю на сцену лариата конкурса старт талант Кристина Антонюк Милый и одной встретила тебя И как воздух Белый танец танцует природой И тебя я спешу привозить Есть дочка у меня и чудо это И стану я кричать о нем по свету Милашенька моя ты мамы радость Хочу тебя обнять от счастья плакать И Господа молить о счастье Бог Бог смог мне подарить такое чудо На сцену приглашается романс Лус автор стихи Вашему вниманию хочу представить стихотворение Вплав инженерной мысли и стихотвор там о талант стихотворной ритме Расправив полным вдохом грудь Скажу Лети планета Хочу прочувствовать полет Вокруг оси и света Одолев сопротивление Сил земного притяженья Покорю я высоту Воплотив свою мечту Надоели день и ночь Улечу отсюда прочь У вселенной нет краев К путешествию готов Второе стихотворение философское Жизнь в крупком теле сохранить Достает вовсе не предел однако трудно долго жить прекрасно зная свое дело гулять смеяться пить вино по вечерам ходить в кино пока мы молоды потом растить детей построить дом свой быт устроить обеспечить себя и отпрысков своих морали нормам не перечить чтить своих близких и родных мечтаю о другой судьбе непредсказуемой как ветер что добывается в борьбе чем дорожишь до самой смерти но оттеснить хочу я смерть на сто лет или даже двести моей мечте не умереть моя мечта есть дело чести в один ряд с честью ставлю я лишь постоянство бытия в нем утешение и радость а честь порой бывает в тягость но чтобы тягость устроить жизнь нужно в поиск превратить искать не смысл в жизни а наполнять жизнь смыслом и я найду не эликсир а стимул к жизни вечной и буду сам себе кумир с мечтою человечной на сцену приглашается Наталья Караченко это замена вместо Игоря Косякова хочу предоставить вашему вниманию вот такую книжечку это я автор и вот стихотворение из этой книжки Роксолана дым пришел и пись на ночи о густее траве раскрываете очи кви до болели раскрываете очередной земли раскрываете от зори луничного дни я нанагдывалась рано и в рангу и мли нагадали Роксолана Роксолана митка полева это солнце эти розы этот вечер этих роз буду помнить я вниз вне есть мои желания и неестные мечтания и любовь моя солнце близится к закату вспоминаю как когда-то здесь сверкал восход и вставало солнце равность и летела путь фонтана в синий небес а теперь и солнце паутина пролетает в медики сиян это солнце эти розы этот вечер эти грезы буду помнить я я приглашаю на сцену Владимира Иванова я прочту свой авторский стих верю в чудо красоту верю в то что в жизни свято верю в детскую мечту и в того кто был распятый верю в праздники души верю в радость и улыбки я люблю такую жизнь словно золотую рыбку в бурном море я поймал ловко все эти слов крылатые верю в то что жизнь одна ценя все то что в жизни свято верю верою храним от всех недугов и печалей я для бед непобедим стал мой дух мрачнее стали второе сухотворение называется скитальцем я скитальцем но скитание мое мне радость принесет да не забудется надежда и вера крепкая как стали я без нее как без одежды и мне себя безумно жаль последнее стихотворение я хочу объяснить чтобы было понятно мне вдохновением на написание этого стиха стала книга откровения это я там речь идет о шести печатях седьмая печать седьмая печать сорвана строй строгое время грядет рукописи разорваны их больше никто не прочтет никто не прочтет слова мои о грешной любви о земной те что читал я в глазах твоих сиявших под полной луной о том обо всем что есть во мне чем сильно болит душа когда как безумно шептал во сне боже как ты хороша седьмая печать сорвана суровое время грядет любопроводами оборвана никто мне ее не вернул стихотворение Олега Головко читает роман мазок случайный чуть живой исполнен кистью неосознанно белеет в небе голубом дыхание будущего облака взошли облака отлетевшие светлые души за судьбой проплывает судьба и ничто их небе не мучит для чего это все для чего слезы смех снегопады с дождями 21-й стихнувшийся век человек и обгрейт обезьяны для чего это все для чего океаны и горы восходящий за утренний свет над цветущим украинским полем для чего это все для чего минометные обстрел и погоны и погоны красота человеческих тел расчлененных в угоду немногих для чего плывут облака отражаясь в глазах убитых и родимая стонет земля в ранах кровью родною залита для чего это все для чего это все по какому закону вселенной жизнь бесценный трепещущий дар обратился монетой разменной снизойти до обломка ума до удушья души убогих всех царей кому снится война и взорвать их нейтронной бомбой не хочу не хочу не хочу просыпаться под сводки убитых смерти смерть и петля палачу и ответ покаянной молитве облака подсвечены снами всех уснувших в мире малышей светло-розовыми мечтами обнимающих их матерей облака храм спасающий души лепестками занесенный сад им для счастья всего лишь нужен человеческий любящий взгляд для того-то они и брошены неведомой щедрой рукой невесомые ангелы божие восхищать в океан голубой беззащитны как малые дети белокрылых надежд паруса облака вдохновленные ветром расширяют во мне небеса и несутся они и кружатся разливая вокруг детский смех облака бесконечная музыка негасимый во времени свет на этом конкурсная программа закончена переходим к выступлению жюри да с вашего позволения начну фейерверк фейерверком на небе рассыпать хочу это счастье а вчерашнюю горечь в бокале забыть не допить значит вот ты какой мое долгожданное здравствуй результат непрестанных до кучи в их мог бумолит ты не станешь кричать и судить проклиная былое ты сумеешь прощать как шальной отголосок мечты ни о чем не прошу но признаться мечтаю о многом твердо знать что сегодня на небе сияешь не ты она утверждала что любит его как бога смеясь целовала летящий свой сгоды снег всерьез утверждала что счастья не будет много крылатая радость венчала ее разбег он был надежным спокойным и нежным тихим мечтала дети машины семье собак она воспевала ночами звездные блики серьезность ее он поверить не смел никак он называл ее часто моя пречудо порой сбивался с ритмом моя мечта их светлая жизнь пролетит над землей как чудо они будут вместе конечно как звезды спасибо за внимание теперь выступление членов жюри Светлана Катюшина Ольга Лебединская и Андрей Кужеев жизнь пожалуйста давайте пойдем кофей я это все Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Спасибо всем, кто читал. Спасибо всем, кто не сел поэзию в нашу жизнь. Потому что поэзия – это тоже солнце. Здесь были такие красивые стихи про облака. Я тоже прочитаю про осень. Извините, что по книжке. Ну, по книжке, да? Порой мне кажется, что всё безумно просто, Что неудач и неурядиц в мире малость, Что всё вокруг для внутреннего роста, Чтоб всё, что хочется, брало и удавалось. И Бог бурлит в душе настолько звонко, Что в осень превращаются просторы, И ты идёшь встречать в себе ребёнка, Растроганный, взбохмаченный, матёрый. И ты не можешь вспомнить мысли ночи, Их живописных так на свете много. Как будто все к тебе пришли. Хохочет безудержность зерошенного бога осеннего. Ты потрясён нещадно. Открытием, что всё на свете просто. Бессонницы от счастья водопады Шуршат, поют размашисто и пёстро. Ты маешься луной, встречаешь утро, Не можешь вспомнить, что с тобой случилось, Лишь замечаешь, как бескрайне мудро Глазами и травой объята сырость, Как листья в ростопыренной ладошке, И будущими радуют лучами. А ты, с потусторонним взглядом кошки, Как солнце, что застряло между ночами, Сидишь в своей удобной старой позе Или течёшь прилежно на работу. И веришь, мир спокойно и в неврозе Поймёт однажды ненароком, кто ты. Ну и ещё немножко, да, прочитаю? Маленьких. Тоже про солнце. Сегодня такое солнце было замечательное. Солнце, праздник, трепещет и бьётся В окружённое рамой окно. Беспризорное, дикое солнце Мне сегодня отведать дано. И тетрадь белой лапкой кошачьей Будет солнцей, как с мышком, играть. О, пошли мне, природа, удачи, Эфемерную, звонкую, пять. Ветер, бодрый, наездник заправский Правит горькой лохматой листвой. Пахнет будущим свежим и сказкой. И чуть-чуть возвращением домой. АПЛОДИСМЕНТЫ Не спрашивая деньги на билет и мне, Не говоря, куда я еду. Зеленоватый излучают свет, Рассчитанный на скорость и победу, Но скоро будет приступ желтизны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 РЕЧИ И дум И словно ёлку в Новый год Пространство тихо украшают звоном. Не осень, небо буйное растёт И не хватает места, листьям сонным И думам Не хватает места нам. Не мечемся И тянемся друг к другу. Начало осени. Шопен. Небес. Стена. Рука. Безумно ищущая. Руку. Я хочу поблагодарить всех участников. Я впервые в Родине в пролице. Мне очень понравились ваши стихи. Даже не знаю, чьи больше. Я прочитаю несколько своих стихотворений. Первое посвящается Александру Сергеевичу Пушкину, нашему мэтру. Вы знаете, что это был первый профессиональный поэт. Он первый получал за это деньги, за стихи. Ты указал тропу поэтам, как можно жить на гонорар, Кутить, стреляться, но при этом в душе лелеять Божий дар. И невзирая на пороги, Айри Борин был твой век бессмертный, Оставил строгий, великий, грешный человек. Пусть ним бы не носил святого, картежник, бабник, дуэлян. Был в жизни роста небольшого. В стихах поистину. И вот, знаете, он выписал первую книгу в 1904 году. Она назвалась «Стихи о прекрасной даме». Последний романтик эпохи, Служивший классической драме, Беседки, вуали и вздохи, Стихи о прекрасной даме. Как это давно устарело. Сейчас в туэтическом храме, Стихи обнаженное тело, Нет строг о прекрасной даме. Романтиков песня не спета. Найдутся жемчужины в хламе, Родятся еще у поэта Стихи о прекрасной даме. И третье стихотворение посвящается Владимиру Семеновичу Высоткому. Это стихотворение было написано, Посвящается стихотворению, Последнему стихотворению Владимира Семеновича, Написанного 23 июля 1980 года, За два дня до своей смерти. Он написал стихотворение, посвященное саму судьбе. Я написал стихотворение, посвященное этому стихотворению. «Листок бумаги, пачка сигарет, А место кофе, эскулапа в земле, Рифмует реквием ночи поэт Последнее свое стихотворение Как Пушкин памятник себе воздвиг За час до выстрела на черной речке Владимир, жить уставший от интриг Почти сгорел, подобно яркой свечке Приблизилась последняя заря На многие вопросы нет ответа С надрывом бьется сердце бунтаря Ему осталось только два рассвета Спасибо Дорогие члены жюри Просьба подняться на сцену Для награждения Участник Награждается Елизавета Горбан Витланд в номинации авторских птиц Лауреат седьмого народного фестиваля Народного творчества Изумрудный город Награждается Кристина Антоню Лауреат седьмого фестиваля Народного творчества Изумрудный город Награждается Ольга Герасименко В номинации авторские стихи Лауреат Покажите Покажите Награждается Михаил Гальцев Лауреат седьмого фестиваля Народного творчества Изумрудный город Поздравляем Также награждается Олег Головко Его мы передадим Итак, награждается Валентина Загородняя В номинации авторские стихи Награждается Виталий Дерский В номинации авторские стихи Виталий Дерский Поздравляем Награждается Юлия Сноговская В номинации авторские стихи Награждается Александр Цыганек Итак, диплом лауреата получает Виталий Лучников В номинации авторские стихи Награждается Владимир Иванов В номинации авторские стихи Награждается Станислав Степанов В номинации авторские стихи Награждается Роман Лун, номинация «Авторские стихи». Награждается Александр Кряж, номинация «Авторские стихи». Награждается Игорь Косяков, номинация «Авторские стихи». Награждается Владимир Иванов, номинация «Авторские стихи». Награждается Владимир Иванов, номинация «Авторские стихи». Награждается Владимир Иванов, номинация «Авторские стихи». Спасибо большое. На этом наш конкурс закончился. А где конкурса можно читать? Можно. Поэтия живет вечно.